Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать о важном обновлении. Вот вышел последний ролик от разрабов Ханта, где они рассказывают про систему античита и что нас ждет и что уже было сделано. А новостей там действительно много. Поэтому присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра и обязательно подписывайтесь. Во-первых, David Faithful сообщил, что прошлой зимой они создали рабочую группу по честной игре после прихода новых сотрудников. Их первой задачей было обновить систему защиты от читов и они перешли с устаревшей бесплатной версией Easy Anti-Cit на более современную защиту через Epic Online Services. Это улучшение не только повысило уровень защиты, но и позволило быстрее реагировать на появление новых читов. Также рабочая группа устранила несколько манипуляций с локальными файлами, таких как отключение теней и отображение оружия или рук охотника, что давало игрокам несправедливое преимущество. Они также исследуют влияние NVIDIA Profile Inspector и уже принимают меры в случаях злоупотребления. NVIDIA Profile Inspector не является как таким читом и так далее, просто приятная полезная фича, однако если там совсем переусердствовать, то можно получить хорошее преимущество над другими игроками. И в случае, где люди уже это делали, разработчики подчеркивают, что они видят и отслеживают NVIDIA Profile Inspector и он действительно легко отслеживается, и поэтому чуваки, кто им злоупотреблял, в их отношении уже были приняты меры. Интересное обновление касается ограничений по пингу. Они делают их более строгими, что может означать, что вы больше не сможете играть с друзьями, находящимися на противоположных сторонах мира. Но это делается для обеспечения более честных матчей. Этим летом они увеличат количество серверов в перегруженных регионах и пересмотрят паттерны трафика для игроков, играющих через разные регионы. Это не будет жесткой блокировкой регионов, но поможет снизить количество игроков с высоким пингом в вашем регионе. Дэвид подчеркнул важность использования встроенных репортов, встроенных в игру. Ваши отчеты проверяются ежедневно и служат основой для дальнейших действий. Он, конечно, призывает быть уважительными в своих отчетах и избегает токсичных комментариев. О чем говорят разработчики, это то, что есть репорты внутри игры. Пожалуйста, пользуйтесь ими. Это очень важно. Это основные репорты. Их просматривают и очень важно толково написать. Не просто читак, репорт и скинул, а типа читак, в какой момент это произошло, день, момент, то есть пишите, сегодня такая-то дата, в такое-то время, по-моему, местному времени. Вот был читак, он вел себя так-то, так-то, так-то и отправляется репорт. Чем точнее вы опишите, тем быстрее этого человека забанят. Также, если у вас есть желание, вы можете отправить им репорты в службу поддержки на их сайте. Лучшим репортом будет, конечно, предоставление видео о читаке, тогда его намного быстрее забанят. Ежели видео нету, то опять-таки то же самое. Пишите, в какой день это произошло и в какой момент. И самое главное, избегайте, пожалуйста, рейдж-репортов, когда вас убили, и вы такие, стопудово читак, и просто отправляете репорт. Это просто усложнит работу разрабам, и они потеряют больше времени. То есть часто бывает, что чуваки, ну просто повезло, прострелил, издалека попал и так далее. В этом случае прям сдержитесь и постарайтесь не отправлять рейдж-репорты. Ну и самое приятное, также они разрабатывают автоматизированную систему обратные связи, которая будет сообщать вам о результатах ваших репортов, таких как блокировка аккаунта игрока. То есть теперь, наконец-то, вы отправили репорт, и вам потом придет система, скажет, типа, вот мы приняли меры в отношении одного чувака, которого вы зарепортили, и будет говорить, типа, его пермачон ему дали, или ограничили на какое-то время и так далее. Что приятно. И также разрабы возобновляют публичное опубликование отчетов о волнах банов со статистикой. То есть теперь мы там, ну, видимо, в квартал это будет делаться, мы будем видеть, сколько они людей забанили, сколько банов раздали читакам и так далее, что очень приятно. Вообще, это вот эта вот новость, она прям потрясающая. Ну и важно отметить, что сейчас репорты иногда сложно отправлять, допустим, за игроками, за которыми вы просто наблюдаете, с которыми не взаимодействовали. Вы вас, допустим, убили, вы решили посмотреть, как вас убили, посмотреть за игроком, и потом просто листаете всех остальных, кто находится в матче. Так вот, выходя на главный экран и смотря отчет послеигровой, вы не сможете репортнуть тех, кто с вами не взаимодействовал. Хотя это, может быть, читак был, за которым вы наблюдали, но если он с вами не пересекался, он не убивал вас, или не убил, допустим, ваших тиммейтов, не разговаривал и так далее, его невозможно будет зарепортить, потому что, ну, как вы знаете, в отчете там, ну, будет неизвестный игрок просто, и все. Над этим делом они работают, это дело они собираются исправлять, поэтому ждем. Из-за юридических сложностей с GDPR в ЕС, они удалили клиентский файл атрибуты, и он больше никогда не будет возвращен. Ну и в заключение, Дэйд признал, что обсуждение этих тем вызывает много споров и эмоций. Он обещал делать честную игру, фэйрплей, постоянной темой для их обновлений и объявлений, и возвращаться ежеквартально с новостями и планами. Вот такие важные новости от разрабов и Дэвида Файфилда, и командой всей его команды Хант, поэтому оставайтесь с нами для дальнейших обновлений, и спасибо, что смотрите.